Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим с вами о важнейшей вещи, которая раскроется нам в нашей недельной главе. Есть ли у человека выбор вообще? В чем он состоит, если он есть? Это все в комментариях к нашей главе раскрыли наши мудрецы. Ведь если выбора нет, то условная терминология хорошая, плохая, правильная, злодей вообще не имеет никакого основания. Я же не виноват, что меня там запрограммировали. Написано в нашей недельной главе. А теперь, что Всевышний, управляющий твоей судьбой Всевышний, просит у тебя, просит, представляете? Один раз Бог обратился к человеку, и он его просит. Чувство трепета перед ним, чтобы идти его путями, там жить его и так далее. Талмуд в трактате Браховод раскрывает там очень интересную вещь. Порядок слов здесь важен очень. С чего начинается первое, что главное? Чувство трепета перед ним. Остальное все будет потом. Вот ты научись этому, а остальное придет. Поэтому сказано, что это и есть основа человеческого выбора. Ничего другого нет. С ним они могут нам помочь в этом вопросе. Так задуман и устроен мир. Нельзя человеку устроить. Почему? А почему Бог не вмешался здесь? Так устроен этот мир. Человеку дано право выбора. С этим сотворен человек. И это основа этого мира. Вот вы с вами выяснили важнейшее. А что такое трепет? Как понять трепет и с чем его кушать? О чем тут разговор идет? Им нельзя это открыть яснее. Открывают яснее. Каждую минуту человек находится перед выбором. Давать или брать, делать хорошо или нет. Идти вперед. У него нету нейтральной позиции. Так вот каждый раз, когда мы становимся перед каким-то выбором, если мы представим себе, что именно Бог хочет от нас в этот момент, вот это и есть чувство трепета при нем. Дальше еще все проще. Человек один раз должен понять, что вот я хочу вдуматься, как будет. А если человек делает такой выбор, то остальное уже начинает действовать другой механизм управления миром. И во многом то, что невозможно, может становиться возможным, там этим уже небеса начинает по-серьезному помогать человеку. Надо делать маленький шажок. То, что сказано, открой мне на миллиметр, я открою для тебя огромную дверь. Есть еще тут вопрос. А можно разве вот трепет или любое вообще другое чувство? Как его можно? Если нет чувства, то что сделать? Тут тоже все понятно, нет никакой тайны. Написали уже мудрецы, что если творец что-то просят от человека, значит, в мире созданы все условия для того, чтобы мы могли удовлетворить просьбу Бога. Все. В данном случае испытывать чувство трепет, никаких проблем тут нет. Объясняют нам мудрецы, человек не пустая бочка, не мешок с костями, нервы нарезанные на железяки там. У него есть душа, самое главное. Более того, именно душа основа. Доказать это можно. Человек живет, и может счастливо жить, обладая многими телесными недостатками. Но в ту секунду, когда душа его покидает тело, человек мертв, независимо от того, насколько повредено его тело, все. Душа это божественное, в ней заложено стремление к Творцу, в душе все это есть. И поэтому у человека есть очень важный выбор. И, пожалуй, единственный выбор в этом мире. У человека есть выбор, сказали мудрецы, заглушить это стремление, вот это стремление к Богу, впитывать всякие человеческие теории, измы, коммунизмы, социализмы, диизмы, там, я знаю, что сейчас еще. Или честно и доброжелательно просто сесть и начать потихонечку жить по законам Туры, изучать ее. А когда ты сам это все начнешь изучать, не сопротивляясь душой, а наоборот, принимая душу, сразу все изменится. Тогда даже в самом трудном случае, написали мудрецы, в самом трудном, запущенном случае, Всевышний гарантирует возникновение чувства трепета перед ним. И тут есть разгадка последняя. О чем просят все-таки в результате, что просит Бог от человека? А тут простая вещь. Не мешать душе. Не мешать душе. Дай ей открыться, дай ей несколько минут. Не беги все время с огромной скоростью, не давая себе включить мозг. Выключи телевизор, выключи телефон, сядь, найти полчаса себе какой-то. Написано, если человек не имеет часа времени для себя, это самый нищий человек на Земле. Это человек, который вообще как бы находится на нижней степени развития таких людей в миллионы. Вот что просит Бог. Он говорит, душа пробьется, ну дай ей услышать. Перед сном остановись, замолчи, выключи все. Не включи перед этим вот такое, чтобы он еще грохотал. А просто дай ей с тобой поговорить. Дай такое время для души. Найди определенное время, найди для Бога определенное время. Очень четкое, пусть небольшое, но обязательно ежедневное. Вот и все. То есть еще раз говорю, не мешать душе. Главная задача человека. Брахава и Ацлаха.